Всем доброго времени суток! Сильнейшие однодневщики планеты собираются тут, чтобы понаблюдать и посоревноваться в первой из гонок. Пусть номинально не самый значимый, оступает она и флэш Волонь немного по значимости и заметно уступает Льеш Бастон Льежу. Но, например, для тех же голландских гонщиков выступить тут и показать хороший результат – это очень и очень важно. Давайте смотреть профиль последних 70 километров – это самое важное, это тот момент, когда мы с вами именно и включимся в трансляцию. Остается не так много, кстати говоря, до финиша. Также сама по себе трасса проложена месту между городами Мастрик и Валкенбург, традиционный маршрут с самым главным, самым важным подъемом, финальным восхождением на Кауберг, на гору, которая и решает, по сути, победителя. Это широкие круги, более узкие, ну и заключительный совсем небольшой с прохождением Бемелярберга, ну и заключительным вот как раз сейчас вот этим восхождением на Кауберг. Так, ну и что касается финиша, то в отличие от того, что мы видели 5 назад, уже, по-моему, если не ошибаюсь, третий год, практикуется, когда после вершины Кауберга еще где-то 800 метров по равнине или даже километр. Посмотрим это. Ну вот падение Фабио Феллини на самом старте. Так, показывает нам Джакомо Берлатто, то, что это... Ну, по крайней мере, было сообщение... Ой-ой-ой-ой, как же так случилось-то? Если честно, не очень понятно, как такое падение случилось, но Фабио Феллини так же падал. К сожалению, ну и не ограничилось одним Феллини, Алексис Вилермоз, один из претендентов на высокие места сегодня, так же попал в завал и, если не ошибаюсь, не продолжит он гонку. Вот буквально недавно пошли сообщения о падении Кима Родригеса, одного из лидеров российской команды «Катюша». Но, опять же, относительно его состояния, относительно того, сумеет ли он продолжить сегодняшнюю гонку, пока информации не поступало. Вот он, прямой эфир. Джанни Мирс, Монтош Вандерсанте, Николо Бонифацио и Бьерн Тюрау. У нас это группа преследователей. Впереди отрыв из 11 гонщиков, которые уехали уже достаточно давно. Алекс Хоус, Лоуренс Вербас, Лоуренс Девриз, Том Девринт, Лоуран Дидье, Матео Матагути, Матео Боно, Кевин Реза, Йозеф Черни, Фабиан Грельер и Джакомо Берлатто. Ну, а вот, пожалуйста, еще одно падение. Падение тяжелое. Конечно, очень опасные орденские классики вот подобными моментами. Скорости очень высоки уже за 100 километров до финиша, дороги узкие. И вот Грего Боле. Сейчас один из гонщиков ни по Винифонтини. Видим, не можем подняться. Тут же рядом с ним Рикардо Стокьотти. Лидером команды является Дамьяно Кунагу. Тут он в этом завале не пострадал, вроде бы. Но выглядит все это очень и очень неприятно. Гонка лишается еще нескольких гонщиков. Пилотон по-прежнему очень многочисленный. Огромный объем работы выполняет команда Sky сейчас впереди. И на самом деле она этим занимается уже километров 50. Очень много времени впереди британцы проводят. Ну, и у них есть причины на это. В их рядах действующий победитель этой гонки поляк Михаил Квятковский, который в прошлом году выиграл тут в цветах чемпиона мира. Еще выступая за этих Скокстеп, Квятковский под первым номером. Далее в команде Sky Сергей Энау, Себастьян Энау, Михаил Голос, Ларс Петер Нортхаук, Ваутер Пулс, Бен Свифт и Дани Иван Попель, Курт Аслы Арвесон, спортивный директор. Ну, и давайте быстро по другим командам. Пока у нас не начались основные события, до них остается совсем немного. Этих Скокстеп по главе с молодым французом Джулианом Альфилиппом. Далее Тони Мартин, Матео Трентин, Боб Юнгельс, Джанни Мирсман, Петер Сери, Петер Вакуч и Джулиан Вермоут. Конечно, Чех Вакуч после триумфа на Брабан Спиле. Также входит число претендентов на победу в рамках Амсел Голдрейс. Национальный чемпион Чехии сегодня явно будет стараться атаковать. Ну, а что касается Аляфилиппа, то, наверное, это скорее надежда на финиш. Хотя Джулиан в прошлом году себя просто великолепно показал на артенских классиках, проведя шикарный сезон. Не только в плане однодневных гонок, но и в целом. Муви Стар сюда приехал без Алехандро Вальверде, и это главная новость. Вальверде Амстел пропускает. Но и без Вальверде есть серьезные фамилии. Эрвитти, который здорово себя показал на северных классиках. Рубен Фернандес, Джованни Висконти, Горко Изагиры, Йон Изагиры, Хуан Хосе Лобато, Даниэль Морено и Рори Сазерленд. Но вот Морено, конечно, фигура достаточно любопытная, и скорее его шансы будут на флеш-малунь, но и тут на Ауту Гул Трис, я думаю, сумеет он побороться за высокие позиции. И не один он может себя показать, партнер-директор команды Хосе Луис Арьетта, также знакомая нам личность. Посмотрим, как сегодня будет выглядеть тактическое построение испанской команды. Но у нас, у нас пока небольшая пауза, после чего обязательно вернемся. Возвращаемся на дистанцию Амсел Гул Трейс, и видим мы, что сейчас уже достаточно серьезные скорости, как в отрыве, так и в основной группе. Начинается серьезная гонка, ну и вот, пока была пауза, сумел я найти информацию, что вернулся Вагим Родригес в основную группу, и все в порядке с испанским гонщиком российской команды. Это Лурберг, максимальный градиент 9%, средний 5%, более полутора километров. Протяженность. Ну и, собственно говоря, посмотрим, как гонщики с этим подъемом справятся. Я пока продолжу представлять составы команды. Орика Гринедж, Майкл Мэтьюс, Саймон Геранс, Мэтью Хейман, Даррил Импи, Люк Дарбридж, Кристофер Юльенсен, Микаэль Альбасини и Адам Йейтс, Лоренцо Лапаш, спортивный директор. Но его говорили изначально в стане австралийской команды, что есть Мэтьюс и Геранс, и есть остальные, которые будут на них работать. Так, у нас тут что? Кто-то из Урумпота пострадал. Тут Адам Толхука и также Морис Ламертинг. Но вот Ламертинга неприятно было бы терять. Голландцы очень хотят одержать победу на домашней гонке. Ну, а что говорить, если не побеждали голландцы на родном старте с 2001 года. 17 раз уже эта гонка после этого проходила. 16, это 17. И тогда выиграл Эрик Деккер. С тех пор голландцы не побеждали. Ну, 16 раз получается вот этот раз. Что касается побед голландских гонщиков на Amstel Gold Race, то это случалось 17 раз. Ну, и вот эта вот засуха, она может сегодня прерваться, но сделать это будет очень-очень непросто. Не могу сказать, что среди фаворитов очень много голландцев. Ну, и вот это вот 14 лет без побед. Это антирекорд такой голландцев на родной гонке. До этого, если интервалы и случались, то они такие большие. Что касается бельгийцев, то побеждали они тут 12 раз. Ну, а вот Энрико Гаспарото, когда выиграл в 2012 году, стал шестым итальянским победителем. Ну, и, наверное, самое любопытное, что за всю историю Amstel Gold Race ни разу тут не побеждали испанцы. При том, что победы на Флэш, Валони, Ильеш, Бастон, Ильеш, разумеется говоря, у испанцев есть, но стоит вспомнить только прошлый год, где и там, и там Алехандро Вальверде выиграл. Но тут на Амстеле они были только на подиуме. Вальверде был вторым в 2013-2015 годах, а также третьим в 2008. Хлаким Родригес тут был вторым в 2011 году. Вальверде, напоминаю, в этом году на Amstel Gold Race не выступает. Ну, а что касается вообще испанцев в целом, то последним испанцем, помимо Вальверде, кто выигрывал протуровскую однодневную гонку, был Хлаким Родригес, и выиграл он Ломбардию 6 октября 2013 года. Ну, а что касается испанских гонщиков, которые выигрывали Ардены, за исключением Вальверде, то это Игорь Астарло, хорошо нам известный, который выиграл Флэш Волон в 2003 году, ну и Хлаким Родригес Даниэлем Морено, который выиграл Флэш Волон в 2012 и 2013 годах соответственно. Это что касается вот такой непопытной статистики, она сегодня еще у нас будет звучать, благо хорошо я подготовился в плане различных интересных фактов. Жалко, не так много у нас эфирного времени, сейчас уже важные события начнут происходить, а нам еще надо поговорить о составах, возможно, может быть, даже успею ответить на ваши вопросы, пишите, спрашивайте, комментируйте. Мой адрес твиттера собака mjk16, повторяю, собака mjk16, да, ну и вот как раз Сергей мне подсказывает, что действительно правильно я предположил изначально, что нам в самом начале трансляции демонстрировали падение Фабио Феллини. Приложился он очень и очень неприятно. Продолжим о составах пока. Джейнт Альпицин во главе с голландским Томом Димуланом, далее Рой Курверс, Уоррен Баргиль, Йоханнес Фрёлингер, Симон Гешки, Чад Хага, Фредерик Людвигсен, Георг Прайдлер, партнер-директор Матия Срек. Ну, Димулан, конечно, на домашней гонке паза пробует себя показать, но, объективно говоря, не очень я представляю ситуацию, про которую он может сегодня выиграть, ну, разве что какой-то отрыв был ранее. У Симона Гешки и Уоррена Баргиля перспективы, на мой взгляд, более очевидны, но посмотрим, как будет складываться гонка. Вообще, Amstel Gold Race традиционно считается одной из самых непредсказуемых из орденских классических гонок. Огромное пулу, огромное количество претендентов, которые могут выстрелить, которые могут показать себя. Ну, а это Андрей Грифко был на наших экранах, который сейчас находится, ну, где-то в 100-150 метрах от основной группы. Я думаю, усилиями команды Sky сейчас эта атака украинского гонщика будет нейтрализована. Состав Лотто Судаль, Елеван Эндер, Тони Галопан, Тош Вандерсан, Депим Ликкар, Тюрген Руландс, Марсель Зиберг, Тиш Беню и Тим Велленс. Очень мощная связка Велленс-Галопан. Велленс, скорее всего, будет пробовать атаковать заранее. Галопан попробует попытать удачу в спринте. Так что, в принципе, у Лотто все достаточно очевидно. И тут не надо мудрить что-то нереальное и нелогичное придумывать. Тактика вполне себе адекватная, которой и нужно придерживаться. А пока еще одна у нас небольшая пауза, после чего вернемся и будем продолжать наблюдать за Амсел Гоут Рейс. Никуда не уходите. Возвращаемся на Амсел Гоут Рейс. В этот момент пошел дождь. Вот это да, ничего не предвещало. Ну да, были тучи, но чтобы такой ливень вряд ли это кто-то мог предположить. Хотя изначально, еще вчера в прогнозах погоды фигурировали возможные осадки. Но за 50 километров до финиша вот такой неприятный подарок получают гонщики. Посмотрим, кому это будет на руку. Но тут чуть ли не град. Посмотрите, как тяжело сейчас приходится гонщикам в отрыве. Пока продолжу я представляю составы. BMC, наверное, состав этой команды очень многие ожидают. Филипп Жилбер под капитанским 61-м номером, Александро де Марки, Сильван Дильер, Маркус Бухарт, Бен Херманс, Самюэль Санчес, Дилан Тюнц и Лейка Влигин, Валерий Пиво спортивный директор. Ну и, конечно, когда Жилбер приезжает на Амстел, то он всегда является фаворитом. И что бы он в интервью не говорил о том, что он не причисляет себя к числу претендентов на победу, что в этом году Амстел должен достаться кому-то еще. Амбиции и регалии Шилипа Жилбера говорят сами за себя. Побеждал он на этой гонке в 2010, 2011, 2014 годах. Он второй по количеству побед уступает Яну Расу, у которого, правда, этих успехов аж в пять, так что догнать в этом году точно не получится, но приблизиться вполне реально. Вообще, что касается Жилбера, то он только на двух гонках побеждал трижды. Это как раз Амстел Голд Рейс и многодневка Астер Зелем Тур, которая проводится, если не ошибаюсь, примерно в июне, накануне, за несколько недель до Тур де Франс. Что касается еще каких-то интересных данных о Жилбере, то в десятке он был каждый раз со времен своих последних семи выступлениях на этой гонке с 2009 по 2015 года, четвертый, первый, первый, шестой, пятый, первый и десятый. Ну и также у Жилбера три подиума на Амстеле, все они, между прочим, победы, и он идет четвертым по этому показателю, после Яна Раса, у которого семь, у Майкла Богерда также семь, у Юпа Зотта Мелька четыре, так что у Зотта Мелька он может догнать, так же, как догнать его может Геранс, у которого также три подиума в активе, это что касается уже австралийского гонщика. Ну и Жилбер в этом году выиграл только одну, лишь единственную гонку, это Волитта Мурсия, 13 февраля победа Жилбера датирована. 48,5 километров до финиша, сейчас скорости, конечно же, упадут. Тяжелые погодные условия, ветер, ну и влажное полотно, все это сказывается. Ну а что касается отрыва, он поредел, но все еще остается в районе восьми гонщиков там, работают здорово, никто смены не пропускает, и по-прежнему, хоть и небольшие, но шансы отрыва остаются, опять же, вспоминая Париж-Рубе этого года, в очередной раз убеждаемся, что в велоспорте, возможно, все, и никогда не стоит недооценивать шансы раннего отрыва на однодневных гонках. Ну вот предполагают, что Пуррито, возможно, экономил себя в начале сезона для этой гонки, но после Кауберга 800 полотно, многих метров, какой же задел ему нужен для победы, но честно скажу, я сегодня, что касается Родригеса, не особого перспективы верю, что касается того, что потенциально он экономился карденским классическим однодневным гонкам, да, я это не исключаю, потому что начал сезон, он не так резво, как это делает обычно, хотя на том же туре страны Басковки выглядел уже очень-очень неплохо, так что флэш Волони и особенно Льеж Бастон-Льеж, который он мечтает выиграть, вот там бы я на Родригес обратил особое внимание, а сегодня я даже не уверен, что он едет лидером от Катюши. Давайте тогда продолжим о составах и как раз эту тему затронем. Состав, кстати говоря, сильный, чуть ли не всех своих топовых гонщиков Лотто и Нл Джамбо сюда привезли, очень хотят на домашнем старте показать свою силу, но насколько это получится, сказать сложно, опять же, я не очень верю в перспективе Ван Марки, как бы здорово он на северных классиках не выглядел, что касается Хессинга, то удивился знаком минус Хессинг на туре страны Басков, Келдерман вроде был неплох, но я бы не сказал, что по характеристикам эта гонка Келдерману подходит, батальин, ну мне кажется, что опыта Энрику не хватит, чтобы бороться за победу на таком старте, Пауль Мартенс, возможно, претендент на пятерку, но не более того. Ну, в общем, действительно, много людей в составе лота НЛ Джамбо, которые могут бы оказаться высоко, но чтобы выиграть, ну, не знаю, должно какое-то чудо случиться. Тем временем, Гульпен Эйрберг, 15% максимальный градиент, средний 10, но подъем короткий, всего 600 метров. Однако, видим мы, что в отрыве уже далеко не всем. Просто уже очень и очень высокий темп сейчас предлагается гонщиками впереди, и я думаю, сейчас группа отрыва еще немного поредеет. Пока составы дали, Лиан Промеридо, Руй Кошта, Марио Кошта, Матео Боно, Валерио Конти, Мачо и Мохорич, Мануэль Мори, Ян Полонс, и Диего Улисси, Кошта и Улисси. Отличный дуэт для того, чтобы бороться за самые высокие места на артенских классиках. Также предельно все понятно. У Лиан Пре Кошта, скорее всего, должен атаковать и пытаться заранее. Улисси хорошим финишем обладает, даже по логим не в гору. Так что, я думаю, что примерно такая же тактика должна быть, как у Лото Судаль, так же, как ну вот, про кого еще сказать подобное, можно, ну, как этикс Клэкстеп, например. Российский Тинькофф, Роман Кройцекер, победитель этой гонки, между прочим, если не ошибаюсь, трехлетней давности. Под капитанским 91 номером, далее Яспер Хансен, Рон Хансен, Роберт Кизерловский, Павел Брут, Джей Маккарт, Евгений Петров, Юрий Трофимов и Михаил Валгрен Андерсон. Кройцекер, пожалуй, чуть ли не единоличный лидер. Ну и посмотрим, что на этот раз Чех сумеет показать. Надо вновь атаковать ему заранее, потому что из группы Кройцекер выиграть шансов практически не имеет. Сейчас обещают нам небольшую паузу. Ох, как же тяжело тут приходится Бьерну Тюрау, а также Николу Бонифацио. Отстает также и Пим, и Тошу Андерсанды. Обрубило их буквально. Джанни Мирсман также в этой группе. Но вот сейчас продышались и пошли более резво. Ну а пока, пусть, наверное, не очень вовремя, но все же небольшая пауза, никуда не уходите. Возвращаемся на дистанцию Амстил Голдрейс. Но вот как быстро этот ливень не начался, так же быстро и закончился. 2.30 по-прежнему преимущество отрыва над основной группой. Полторы минуты чуть менее над преследователями. Ну и мы ждем уже основных событий. Я думаю, что совсем немного остается. Он спрашивает, братья ли Марио и Руи Кошта. Да, братья. Но вот так же мнение Евгения высказывает относительно Баталина, что все-таки выигрывал человек этапы Джира и пора двигаться дальше. Да, безусловно, пора, но опять же, на мой взгляд, не хочу никому свое мнение навязывать. На мой взгляд, Баталин, во-первых, немного не ту команду выбрал для продолжения своей карьеры. Подозреваю, что просто вариантов не так много было из про-тура. Ну и во-вторых, Баталин все-таки опять же в рамках этой гонки размышляя, это итальянец. Голландцы в первую очередь хотят светиться своими гонщиками. Может быть, будут возможности у Баталина даже на Альеш. Бастун-Льеш все-таки флеш Волонь совсем ему по профилю не подходит. Но опять же интересно будет понаблюдать за Энрико. Пока я не могу сказать, что после перехода в лот НЛ Джамбу он как-то добавил скорее даже наоборот. Продолжим о составах. Трек Сега Фредо, Бауке Молема под капитанским 101 номером. Ну и вот, пожалуй, главная голландская надежда. Молема действительно обладает и неплохим финишем, но и в целом Молеме подходят однодневные гонки. Так что посмотрим, что покажет капитан команды Трек Сега Фредо. Помогать ему будут Фумяки Беппо, Лоран Дидье, Фабио Феллини уже вряд ли поможет, но изначально в составе числился, Райдер Хэшдаль, Николо Бонифацо, Килл Райнен и Фрэнк Шлэк. Разумеется, как-то, знаете, вот Фрэнк Шлэк, раньше любая фамилия Шлэк, попадающаяся в старт-листах, вызывала большой интерес, но настолько все изменилось за последние годы, что, если честно, особо даже и сказать про Фрэнка нечего. Продолжает он выступать, продолжает показывать средний уровень относительно своих амбиций, относительно своих возможностей низкий уровень. Так что, да, на этой гонке есть Фрэнк Шлэк. Просто поставим галочку, запомним это. Я не думаю, что Фрэнк Шлэк заставит о себе сегодня еще раз нам говорить, ну, разве что, когда будет отставать от группы. Вот такое вот не очень оптимистичное мнение относительно перспектив лексинбургского гонщика, но что поделать, такова объективная реальность сейчас. Казахстанская Астана во главе с Ларсом Бомом Лоран Девриз был в отрыве, Андрей Гривко тоже атаковал, далее Алексей Луценко, Фабио Ару, Луис Леон Санчес, Дарио Катальдо и Диего Росса, Стефану Занини спортивный директор. Ну вот Ару дебютирует на орденских гонках, Ару дебютирует на Амстеле и посмотрим насколько Фабио понравится подобного рода гонки. Сегодня, конечно, его нельзя обречислить число фаворитов, хотя бы потому, что профиль ему совсем не подходит. Что касается Ларса Бома, я не знаю, насколько способен справиться с Каубергом, Росса, Катальдо, Луис Леон, Сатчес, наверное, Луис Леон в первую очередь, гонщики, у которых явно может что-то сегодня получиться, но Астана должна основную ставку делать на атаку заранее, атаку за 20-25 километров до финиша и тогда, возможно, у них что-то получится. Конечно, Амсул Гултрейс это самая неподходящая для них орденская классика. Катюша во главе с Хоакином Родригесом, далее Сергей Чернецкий, Альберто Лассада, Юрген Ваненбрук, Тьяго Машадо, Свенерик Бистрю, Алексей Цатевич и Ангеле Висиозо, но вот учитывая в какой неплохой форме последнее время находился Цатевич, если действительно у него получится высидеть, то он способен показать тут очень неплохой результат, ну а так, конечно, есть Родригес, есть Чернецкий, не знаю относительно того, насколько хорошо готовы Ваненбрук и Машадо, пока они звезд с неба особо не хватают, хотя когда переходили в Катюшу, на них большие надежды возлагались, в принципе, и до сих пор возлагаются, Бистрюм фигура интересная, Бистрюм человек, который выиграл молодежный чемпионат мира и который в принципе на подобной роде гонках и должен себя показывать, но насколько он заматерил, насколько он готов сейчас, посмотрим. Лоран Дидье тем временем начинает отставать, вот этот подъем уже для него слишком тяжелый, так же, как и для Джакомо Берлатто, ну а Юдор Черный пока цепляется, пока цепляется за эту группу, так же, как достаточно уверенно сейчас отрабатывает там Мирсман, когда Мирсман появился, говорили о нем как о очень талантливом однодневном гонщике, говорили о нем как о втором Филиппе Жилбери, потом начали считать его очень хорошим спринтером, но в итоге закончилось тем, что Мирсман вроде как и там, и там неплох, но да, элиты не дотягивает. Камера, это все. Ну вот, интересуется, почему Майкл Роджерс ездит только гран-тур и не помогает команде на других гонках, ну, я лучше на всякий случай бы проверил эту информацию относительно Роджерса, то, что большую часть времени его используют на гран-турах, это факт, потому что у него колоссальный опыт, у него невероятное умение чувствовать гонку и быть полезным в горах, на равнине, да везде, по сути. В этом году, если не ошибаюсь, все-таки на туре Катара он присутствовал или на туре Омана, честно, не помню, сейчас проверю. Так, 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 в этом году на туре Дубая, вот, на туре Дубая он выступал, но сошел на третьем этапе, в прошлом году, пожалуйста, полно гонок тур Далан Андер, тур Каталонии, да, потом Джира и тур Де Франц, ну, и после этого Энеко Тур, Чемпионат Мира, ну, в общем, не совсем это так, как вы написали, но я мысль главная понял и, в принципе, я думаю, ответил на ваш вопрос, потому что это человек, который невероятно полезен своим опытом, своим умением вести гонку, работать, помогать именно на гран-турах, и использовать такого высококлассного Грегори на других гонках немножечко нелогично, учитывая, что он уже в возрасте и сил у него не так много. Тем временем еще один подъем позади, и тут же начинается Айзерс Борзвек, Айзерс Борзвек, и я думаю, что вот именно в этот момент мы уйдем на небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим рассказ о Амстелл Голдрейс 2016. Возвращаемся на дистанцию Амстелл Голдрейс, 2.15, преимущество отрывано от основной группы и продолжается очень мощная работа. От 11 гонщиков впереди осталось ну вот сколько, трое, похоже. Очень любопытно, как дальше будут развиваться события, учитывая, что уже сейчас гонка разбилась на сразу несколько эпизодов, на сразу несколько групп, ну и что касается пилотона, Скай и Орико Гринельдж по-прежнему большую часть времени проводят впереди. Продолжим о составах французский Ажи Дюзер, Ян Бакеланс под капитанским 131 номером, далее Миколь Шерель, Бен Гаставер, Сирил Готье, Алексис Гужар, Матео Монтагутти, Кристоф Реблон, Алексис Вилермоз, ну к сожалению Вилермоз был вынужден сойти после своего падения, а он был чуть ли не главной надеждой команды. Посмотрим на Реблона, посмотрим на Бакеланса, может быть молодой Гужар сумеет себя показать, но сейчас конечно тяжелее будет Ажи Дюзеру, но у нас пошли атаки из основной группы и сразу же все очень и очень интересно и серьезно. Орика активизируется первой, если честно вот такого сценария мы от него не ждали, что касается Брабан Спиля, которого часто называют первый из классических харденских однодневных гонок, то там Вакуч выиграл, Мэтьюс был очень неплох, но в итоге стал, если не ошибаюсь, седьмым, там как раз командной работы Орики не хватило, чтобы Мэтьюс одержал победу, сюда привезла австралийская команда гораздо более серьезный состав, ну и посмотрите сразу какие яркие действия в исполнении Орики. Атака первая за 37 км до финиша, это уже любопытно. В этой группе Тюрау, в этой же группе помимо Бьерна находится также представитель Топспора Флоренц Детир вроде как. Ну а что касается Альбасини, то прекрасно понимают, что швейцарец это тот человек, атаку которого обязательно нужно накрывать, и поэтому моментальная реакция со стороны Скай, со стороны британской команды, благо ряд очень сильных гонщиков на этой гонке у Скай присутствуют, которые могут не без труда, да, конечно же, не без труда, но атаку Альбасини закрыт. Продолжим о составах Францис Дежо, Артур Вишо, от Кристиан Икинг, Мурильо Фишер, Джереми Руа, Кевин Реза, Антони Ру, Бенуа Вагрино и Вильям Боне. Ну и, наверное, логично, что основная надежда на Артура Вишо, если он будет в такой же форме, как 2-3 года назад, то перспектива у него очень и очень хорошая, в то время, когда он гонял Майкенсен чемпионов Франции, тогда он мог на подобного рода гонках бороться запросто за пятерку, а то и тройку сильнейших. Ну и вот спасибо большое Салиму, спасибо Пишенини, которые подсказывают о том, что у Роджерса в этом году нашли проблемы с сердцем, поэтому, да, это его последний сезон, об этом уже говорилось, и много гонок он пропускает, ну вот такая вот неприятная ситуация с Майком Роджерсом, но вот что касается Роджерса, то я ни на секунду не сомневаюсь, что именно этот человек может рассчитывать на место спортивного директора или даже какую-то более крупную должность практически в любой команде, этого человека очень уважают в пелотоне, сам лично с ним пару раз беседовал, и невероятно приятный, отзывчивый и умный гонщик, которому можно найти сразу несколько интересных тем для обсуждения, причем не касающихся велоспорта в том числе, и Мик Роджерс человек очень и очень неординарного склада ума, я думаю, это идеальный вариант для должности спортивного директора, возможно, будущего генерального директора одной из команд 35 километров до финиша и минута 36 преимущество отрыва над основной группой, с до 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 Продолжим. С командами про тура практически покончено. Ям Сайклинг, Джером Коппель, Стеф Клемент, Сорнхольстенгер, Дегард Стейкланген, Оливер Нассен, Лоренс Вербас, Стефан Денифоли и Давид Таннер. Ну, опять же, смотрим, на что Коппель подобится на этой гонке и насколько мотивирован будет Стеф Клемент на домашнем для себя старте. Кеннендейл, Саймон Кларк, Альберто Беттиоле, Нейтан Браун, Алекс Хоус, Бенджамин Кинг, Кристиан Коррен, Том Скуинс и Том Эльте Слактер. Слактер как раз фаворит номер один. Ну, что касается Кеннендейла, но Слактер опять остался в числе перспективных молодых гонщиков. Опять он не, как и многие другие голландцы, не дотянул до статуса звезды. Ну, а тем временем у нас новые атаки. И, само собой, что на подобного рода гонках национальный чемпион Бельгии должен быть активен. Конечно же, Ван Хок сейчас будет все время в первых рядах, пока не закончатся у него силы. Что касается перспективы относительно того, чтобы одержать победу тут на Амстеле, то шансов, конечно, немного. Ну, вот радует, что лото Нел Джамбо выстраивается впереди. Много гонщиков с желтыми шлемами сейчас тут находятся. Значит, действительно, какой-то план у них есть. Значит, действительно, амбиции присутствуют. И хотят они прервать эту 14-летнюю засуху без побед голландцев на домашней для себя гонке. Осталось буквально несколько команд. Что касается Хагена, то был большой совет, совещание было в стане африканской команды. И спросили у Хагена, насколько после тяжелой программы, ну, буквально с тура Каттера, где он должен был выигрывать, стал пятым. После этого еще несколько стартов, где Хаген себя очень здорово показывал. Ну, и вплоть до тура Фландрии и Париж-Рубе Хаген находился на пике, показывал хороший результат. Ну, и сейчас, конечно, нужный мой отдых. Но спросили, не хочет ли он проехать еще и Амстел перед этим. Ну, и Хаген подумал и решил, что, в принципе, можно еще одну гонку выйти на старт. После чего уже уйти в активный отдых. Я думаю, что Хагена вот так по-настоящему. В следующий раз мы увидим уже на Тур-де-Франц. Ну, и за счет появления в составе Хагена у Дейменшен-Дейта команда выглядит очень и очень недурно. Топ-сор Владерен, Флорис Детир, Сандер Хельвен, Эльот Литайр, Дрис Ван Гестель, Пребен Ван Хекке, Гис Ван Хукке, Отто Вергарде и Йенс Веллэйс, партнер-директор Ханс де Клерк. Но, опять же, все эти гонщики достаточно молодые. Ну, кроме Ван Хуки, разве что. Не могу сказать, что самые звездные, но эти дороги знают неплохо, пусть это не Бельгия, а Голландия. И шансы у них побороться сегодня... Ну, даже не побороться, а ярко себя проявить какой-нибудь красивой атакой имеются. Выиграть будет невероятно тяжело топ-спору, так же, как тяжело будет выиграть Румпуту. Пусть у них и есть Петер Венинг, далее по составу. Нужно ему увидеть атаки с пилотона, пока быстренько состав Дайрект Энерджи. Тома Ветлер под капитанским номером, далее Тома Будда, Бриан Кокар, Антуан Дюшен, Фабиан Грилье, Тони Урейли, Анджело Тулик и Райан Андерсон. СССИ, Шпранти, Полковицы, Мачи, Потерский, Джозеф Черни, Андриан Курек, Ярослав Марич, Лукашов Стян, Лежек Плючинский, Симона Понцы и Давида Ребелин. Неувидающий Давида Ребелина, которым, конечно, хочется сказать еще буквально пару слов. 44 года, 252 дня в это воскресенье Давида Ребелину. Ну, и это возможность для него стать самым возрастным победителем Amstel Gold Race. Только один гонщик в возрасте 40 и более лет до прошлого выигрывал Amstel, и это был Юп Зотемель. В 1987 году ему было как раз-таки 40. В прошлом году Ребелин стал самым возрастным гонщиком, который достиг финиша Amstel Gold Race, побил свой собственный рекорд. Он закончил гонку 29-м, а тем временем у нас образуются заторы. Действительно, о Ребелине продолжим чуть попозже, потому что пошли во все атаки. Активизируется BMC, Ажи Дузер и Лотто НЛ Джамбо за 30 километров до финиша. Ну, и мне кажется, что вот из Ажи Дузер тут Бакиланс. Дарри Лимпи везет за собой основную группу. Это что касается Орики и ее реакции на эту атаку. Да, конечно, градиенты тут впечатляют. Уклон невероятный, но и очень-очень яркая атака. Бакиланс на хорошей передаче этот подъем проходит. Ну, и что касается Вандерсанды, то он сюда опустился, он оглядывается. Возможно, ждет атаку кого-то из Лотто, чтобы включиться. Я бы не сказал, что это очень сильное формирование сейчас, но это первая такая серьезная атака больших команд. Вот, пожалуйста, то, что BMC активизировался, это уже о многом говорит. Ну, и разбивается на несколько частей гонка. Юнгельс, пожалуйста, национальные цвета Люксембурга мы видим. Боб Юнгельс тут как тут. Накрывает эту атаку Боб Юнгельс. Подвозят вместе с собой еще ряд гонщиков. Ну, а Джованни Висконти сейчас непросто. Так же, как и Эдвальду Булсону Хагену. Начинают они выпадать. Тем временем, меньше-менее минуты между отрывом и основной группой. Быстро сокращают. Ну, и тут уже практически все подъехали. Правда, в первом формировании гонщиков 40-50, наверное, не более. Ну, а что касается Ребелина, закончу я мысль. Выиграл он Амсу Гултрейс в 2004 году. И тогда он стал первым гонщиком, который выиграл Амсу Гултрейс флеш Волонни Льеш Бастон Льеш в один год. После этого Филипп Жилбер повторил это достижение. Ну, и Ребелину надо всего один раз еще доехать до финиша, чтобы стать единоличным лидером по количеству Амсу Гултрейс, пройденных от начала и до конца. Сейчас у него 15 таких, после этой гонки может стать 16. Ну, и вот сейчас обещают нам последнюю паузу. Жилбер вместе с Хагеном в этой группе. Но после паузы небольшой об этом поговорим. Возвращаемся на Амсу Гултрейс в 2016. 26,5 километра до финиша. 43 секунд преимущества отрыва над основной группой. Филипп Жилбер вместе с Эдвольдом Боссоном Хагеном сейчас в отстающих. Вот он Фил Жилл, вот он трехкратный победитель этой гонки, который в этом году четырехкратным не станет. Это сейчас уже понятно. Чувствует себя не слишком здорово Жилбер. Если честно, не знаю, с чем это связано. Но последние годы с Жилбером порой подобное происходит. Сейчас силы в его ногах не наблюдаются. Кстати, пару слов буквально о такой сенсационной новости, которую недавно опубликовали на том же Сайклинг Ньюсе, центральном велопортале. В основном, что касается механического допинга, который использовали на Страде Бьянке. Судя по всему, собралась группа авантюристов, которые связались с венгерским механиком, который специализируется по производству таких вот скрытых маленьких веломоторчиков. Поставили термопушку, которая фиксирует различные колебания температуры. Ну и, в общем, увидели, что в районе рамы, вот этого как раз в вертикальной ее части, обнаружили какие-то тепловые аномалии, очень похожие на электрический мотор дополнительный, который уже неоднократно показывали, как работает. Причем хорошо там объясняется, каким образом это может не заметить UCI, который и ВАДА, который свои проверки устраивает перед каждым стартом. И специальные приборы у них также присутствуют, но могут они их не увидеть. Что касается пользы такого моторчика, то в районе 60 дополнительных ватт она дает. Это, согласитесь, очень и очень прилично. Но, в принципе, о Жилбере можно сейчас забыть. Я не знаю, зачем так много она его показывает. Точнее, это, наверное, логично. Вместе с Александром Демарки он в группе находится. Также Ангель Висиоза, Тюрау, которая уже отстала отовсюду, откуда только можно. Демарки пытаются работать, но, по-моему, Жилбера особого желания не имеет. Тут сопротивляться, упираться. Еще и ноги у него забиты серьезно. Но я бы, на самом деле, сейчас уже переключался на пилотон. И события в основной группе намного интересны. Тему Ребелина все-таки закончу. Потому что, возможно, последний это старт Давида на Амстерл Бултрейс. Ходят слухи, что по итогам этого сезона он закончит карьеру. Всего за всю свою карьеру 11 раз на подиумах различных арденских классических гонок Ребелин был. Столько же, сколько и Франц Вербик и Майкл Богерт. Ну, больше только у Эдди Меркса 15 подиумов и у Олехандро Вальверде 13. Ребелин в прошлом году выиграл две гонки. Третий этап тура Турции. И на Копа Гостини также этап. В этом году лучше результат Ребелина 5-е место на втором этапе тура Аммана. Ну, и еще буквально несколько статистических фактов. Пока у нас нет новых атак. Семь победителей Амстелл Голд Рейс в прошлом выступают на этой версии. Квитковский победитель 2015 года. Жилбер 2010-2011-2014. Кроицегер 2013-й. Гаспароту 2012-й. Кунегу 2008-й. Франкшлаг 2006-й. И Ребелин 2004-й. Ну да, кстати говоря, о составах. Нипо, Винни, Фонтини. Буквально две команды нам остаются. Дамиану Кунегу под капитанским 231-м номером. Далее Даниэля Колли. Грего Боле. Пьер Пауло Денегри. Джакум Берлато. Юма Акоши. Казушиги Кубокий. Рикардо Стакьоти. Спортсмен директор Стефано Джулиани. И Бордиани ЧСФ. Соник Олбрелли. Николай Боэм. Жилье Чиконе. Симоне Андриэта. Лоренцо Ротто. Николай Рофони. Лукас Тербини. Александро Танели. Стефано Дзанатта. Спортсмен директор команды Бордиани. На этом с составами покончено. Ну, а вот хорошая новость от Александра приходит, что Сергей Ферсанов из команды «Газпром Русвела» одержал победу над Юра Апинино. Это действительно здорово. Подробности сейчас могу вам сказать пока не могу. Но я думаю, мы можем и в среду об этом поговорить в рамках «Флэш Волони». Кстати, да, напоминаю. В среду «Флэш Волони». Следующее воскресенье «Альеж Бастольеж». Не пропустите орденские классики на телеканале «Евроспорт». Ну, а нам последние километры показывают. Вот, собственно говоря, они сейчас и остаются. Ну, пока есть время. Также должен напомнить я вам, что телеканал «Евроспорт-1» зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральная служба по надзору средств связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Среди регистрации в СМИ электронный номер ФС-77-259-264. Телеканал «Евроспорт-1» HD зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральная служба по надзору средств связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Среди регистрации в СМИ электронный номер ФС-77-259-271. Ну вот традиционно во время Amstel Gold Race говорим мы о традициях голландского велоспорта, о культе велоспорта, который существует в этой стране, о том, что в среднем на каждого жителя по два велосипеда приходится, о том, как это все устроено, как здорово в Голландии это все работает. Итак, а где тут дом Демоланны? Почему нам говорят о том, что он литер? Нет, это отстающий от Пелотона и вот Демоланн сейчас уже отстал, к сожалению для него и к сожалению для голландских болельщиков и болельщиков команды Giant Alpec. Так вот, возвращаясь к Голландии. Совсем небольшая страна, которая производит огромное количество талантливых велогонщиков и действительно шикарные школы, как трековые, так и шоссейные. То же самое касается, кстати говоря, и конькобежного спорта, то же самое по сути касается и футбола, как много хороших голландских футболистов. Мы знаем, тут целые траурные церемонии проходили после того, как умер Йоанн Кройф, ну и в принципе и не только тут, и в Барселоне, и во всех городах и странах, где Кройф блистал, тренировал и доказывал свое величие. Ну да ладно. Конечно, хотелось бы о Голландии поговорить чуть-чуть побольше и можно о ней говорить, ну, пожалуй, часа полтора-два. Это точно, как мы обычно делаем в рамках Энека-тура. Но вот в этом году несколько сжатый версия Amso World Race в плане эфира. В плане эфира не так много времени у нас, поэтому надо смотреть за развязкой. Все-таки то, что происходит в гонке, по крайней мере, нашей целевой аудитории должно быть интересно. Кауберг предпоследнее восхождение на эту вершину, которая принимала финиш Лимбургского чемпионата мира. И тут Филипп Жилберг как раз и стал долгожданным для себя чемпионом мира и обладателем радужной майки. Ну а, думал, оно отстает прилично. Думал, оно отстает уже где-то на... Ну, кажется, секунд 40 от пилотона. Юнгельс пошел! Юнгельс первым предпринимает атаку на Кауберге. Тут же контр-атакует, если не ошибаюсь, Энрико Баталин как раз-таки, о котором мы уже успели сегодня поговорить. Юнгельса отпускать не стоит. У него очень хороший индивидуальный ход. Он отличный разделщик. И если отпускать, то секунд на 15-20 не дали. Отрыв еще цепляется. Отрыв еще живет, но... Совсем уже тяжело у гонщика впереди. И вот-вот они должны капитулировать. Юнгельс с Баталином совсем близко. Пошли контр-атаки от BMC. Они потеряли Жилбера, но они не потеряли веру. То, что сегодня можно побороться за высокие места. Это Тэмюэль Санчес в отличной форме. Я думаю, Херманс и Дилье должны быть тут как тут. Ну, а у Орике остается не так много гонщиков, чтобы накрывать все эти атаки. Так же, как и у Скай. Руйко, что подтянулся в майке национального чемпиона Португалии. Ну, а Жилбер тут пешочком поднимается вместе с Димуланом. Никакой мотивации в его глазах. Димулан проезжает дальше. Ну, а Жилбер продолжает выкручивать скромную передачу. Девризе по-прежнему диктует высокий темп впереди. Пять гонщиков Отрыв у нас остаются. Вот так вот они сумели продержаться впереди. Уже тем временем менее 20 километров до финиша остается. Ну, и вот как раз ту пространство после вершины Кауберга, которое еще нужно преодолеть. Далеко уехать у Юнгельса с Аббатальином, конечно, не получилось. Но определенного рода численное большинство на стороне этих скуекстепа сейчас присутствует. Поскольку Юнгельс не первый и даже не второй номер команды. Там еще сзади национальный чемпион Чехии Вакоч и Аля Филипп. Которые ждут своего шанса. Так что стратегически пока этих скуекстеп с остальной командой переигрывает. Ну, так же, как и Лотто. Но Джамбо, на самом деле, посмотрите, четыре гонщика голландской команды по-прежнему в группе. Ой-ой-ой-ой, Квитковский отстал. Вслед за Жилбером, вслед за Димуляном и Боссоном Хагеном. И проблемы у Михаева Квитковского. Чувствует он себя сегодня не очень здорово. Может быть, падал, на самом деле, не самый сейчас у него чистый шлем. Ну, нет, это, наверное, момент, когда был дождь. Но Квитковский выбывает из числа претендентов на победу сегодня. Ну, а что же делать в команде Sky? Некогда гонщиков у них еще впереди. В том числе, по-моему, оба брата Энау и Ваутер Пулс. Просев очень прилично состоялся на Кауберге. Ну, и то, что Квитковский не выдержал, это, с одной стороны, удивительно. С другой стороны, мне кажется, слишком сильно Квяту выкладывался в начале сезона. И вот эта победа на Е3 не была, не осталась бесследной. То есть, не свежий сейчас Квитковский, недостаточно он хорошо крутит. И сейчас вынужден он капитулировать в очередной раз. Вообще, конечно, то, как здорово начиналась карьера Квитковского, можно было предположить, что в какой-то момент наступит у него спад. То есть, по сути, сейчас этот спад и происходит второй год подряд Квитковского лихорадия. Да, в прошлом году была победа на Амстеле, но за тем, как незрачно он выглядел и невнятно на Флэш Волонии и Льеш в Бастон-Льеш, в этом году уже и на Амстеле возникают у него проблемы. Ну, посмотрим. Не будем загадывать. Юнгельса с Батолином добрали. Отрыв по-прежнему впереди, но там секунд 10, не больше от основной группы. Ну и что? У Демолёна был прокол. Пишут мне. Ну, наверное, это логично, да, что просто так он бы на ровном месте не выпал. Но особо сути это не меняет. Ну и, наверное, не стоит очень сильно расстраиваться по этому поводу. Я не думаю, что Демолёна сегодня мог одержать победу при всем к нему уважении и при всех его невероятных возможностях и разделщика, и финишера порой, и гуровосходителя. Иногда вспоминаем выльту прошлого года. Сегодня другие люди должны выйти на первый план. 18 секунд сейчас нам пишут между группой отрыва и пилотоном, которые вновь еще немного сбавили скорость. Ну, а что касается Вакуча, кстати, то он может стать третьим гонщиком, который выиграет Брабан Спили Амстол Гулт Рейс в один год после Фредди Мартинса в 76-м и Филиппа Жилбера в 2011-м и 2014-м годах. Что касается самого молодого победителя Амстол Гулт Рейса, это Герри Кнеттеман, 23 года, 38 дней, в 1974-м году. Самый возрастной победитель, как мы уже говорили, Юбзет Эмельк, 40 лет, 143 дня, в 1987-м году. Что касается австралийцев, то Мэтью сможет стать вторым австралийцем, который выдержит победу на Амстол Гулт Рейс после Фила Андерсона, который выиграл в 1983-м году. Ну и также Мэтью сможет стать вторым австралийцем, который хотя бы два раза поднимется на подиум в Амстол Гулт Рейс после Герранса, который тут был трижды в третьем, в 2011-2013-2014 годах. Ну и в теории, в теории Мэтью Хейман может стать четвертым гонщиком, который выиграет Париж Рубе и Амстол Гулт Рейс в один год, после Эдди Меркса, Бернар Рейно и Яна Расса. Но я не знаю, если и Амстол каким-то образом Хейман сегодня сумеет победить, то это вообще чудеса будут, но Хейман не выиграет. Сегодня я вам это обещаю, хотя Хейман не безусловно очень симпатичен, но просто совсем не под него эта гонка. И есть более мощные, более яркие финишеры и специалисты в команде Орик и Гринач. Хорошая позиция Жулиана Ла Филиппа сейчас. Выглядит очень неплохо молодой француз, и весь год он был не слишком заметен, готовясь к этим орденским классикам. Ла Филипп очень на них и настроен. И что касается Жулиана, именно Ла Филиппа, не его младшего брата Бриана, который в принципе очень талантливый и перспективный финишер, то как раз у Жулиана Ла Филиппа основные задачи связаны как раз таки с орденскими классиками. Проехал он в этом году несколько гонок, тур для Прованса, тридах с Иван Вест Вландерен, бельгийскую гонку тур Каталонии. И вот на Барабан Спиль был восьмой, то есть можно делать выводы, что набрал форму Ла Филипп. Ну и сейчас тут должен показывать себя Ла Филипп, человек, который, ну вот, рожден буквально был для подобного рода гонок. Да, иногда он бывает неплохо в горах, да, иногда у него и мощный финиш прослеживается, но когда человек неплохо в горах, хорошо спринтует, то дорога ему именно на орденские классики гонки, которые, по сути, для таких людей и предназначены. Накрывают отрыв, это должно было случиться, собственно говоря, это и происходит. За 15 километров до финиша начинается самое-самое интересное. Орика Гринетч выходит вперед, и, конечно, сейчас они будут стараться уже никого вперед не выпустить, вплоть до самого финиша. Но, конечно, связка Герон с развозящим Мэтьюса, ну или даже наоборот, это выглядит очень грозно. Если честно, не представляю, кто может им что-то противопоставить. Витковский уже вне игры, Жилбер вне игры, Валверде тут нет. Что касается Родригеса и Катюши, если честно, я вообще не вижу гонщиков российской команды в этой группе. Я подозреваю, что они все-таки тут есть. Но я не верю в мощный финиш Родригеса на участке, где отсутствуют градиенты на последних 800 метрах. Зайти заранее, может быть, получится. Скорее, опять же, верю в Бистрима или же Цатевича. Что еще? Кто у нас еще есть? Галопан. Да, возможно, Галопан. Возможно, тот же Кошта или Улисси. Президент и есть Молема, пожалуйста, также хороший вариант. Да, Гаспарота, почему бы и нет. Копейли. Но в целом, на данный момент Орика против этих Сквэкстеп. Вот так вот мне представляется эта борьба. Вакуч и Аляфилип против Геронса и Мэтьюса. Изначально об этом много говорили, но сейчас это приобретает все более явные черты. Показывают нам Люйка Влигина. Ну вот, сам факт того, что Влигин в этой группе ожил Берл выпал, говорит о многом. Это Ели Ван Эндерт. Тоже мастер именно орденских классических гонок. Шикарный. Вообще не человек и большой мастер. Также Галлопан, Руланс все еще тут присутствует. Ну а Мэтью Хэйман как раз сейчас ведет за собой основную группу. Ведет за собой основную группу Мэтью Хэйман. Ну и уже поэтому можно сказать, что перспектив у него сегодня одержать победу нет. Но какую же шикарную работу он на команду сейчас выдает. Волтер Пулс на колесе сейчас у поезда Орики Гренедж. Тут как тут Ян Бакеланс. За ним Матео Монтагути. Тут же Кройцегер. Подъехал поезд Лото НЛ Джамбо, которые также сегодня могут показать себя. Сэп Ван Марки по-прежнему в этой группе. Альберто Лассадо из Катюши также я заметил. Хаген вернулся. Ну вот босс он, Хаген, молодец. Вроде как и не очень он здорово смотрелся, но сумел в эту группу вернуться. Возможно, подъехал и Димулен. 12 километров до финиша тем временем. Смотрю я на профиль. И вижу, что по сути остается два подъема. Два подъема достаточно непростые. Это, разумеется, заключительный подъем на Калберг. Ну и помимо этого восхождение на Беммелерберг. Длинное, не самое крутое, но все же восхождение. Ну и финиш на велодроме. Не так, как на Париж, не на самом велодроме, не внутри, а рядом. Хорошая позиция сейчас у Мэтьюса. Так, Ван Марки, Линдеман, Батальин и Хессинг от Лоттен-Элдрамбу в этой группе. Дамьяну Кунагу тут как тут. Ну вот представьте, Кунагу сегодня выиграет. Вот это будет сенсация. Вот это будет совершенно неожиданно. Так, Хейман, Хейман, Альбасини и Импи везут за собой группу. Где Геренс, если честно, я не очень вижу. Ну а это Балки Молема. Тут как тут. Ну, собственно, всех фаворитов камерами сейчас уже отловили. Ну а это Петр Вакутч. Молодая звезда команды этих Скокстеп. Очень резво он прогрессирует. И дорос до статуса лидера команды на... Ладно, одного из лидеров команды на Орденскую Классику. Тут же подъехали два брата Энао. Пока ближе к хвосту они расположены. Но надо подтягиваться. Это Ван Эндерт, Прайдлер. Так, ну и вот кто там последним колесом был. По-моему... По-моему, то ли Эрвити, то ли Висконти. По фигуре больше на Висконти похож. А вот номер мне показалось, что Эрвити. Не сумела хорошо рассмотреть. Посмотреть последние километры, пожалуйста, еще раз на ваших экранах. Ничего нового. Все хорошо изучено и нами с вами, и гонщиками, разумеется. Но это вовсе не значит, что будет легко. Кроется Герракуруатненько так. С правой стороны по обочине подтягивается. По-моему, нет у него тут напарников по команде. Из Астаны. Из Астаны тоже ряд гонщиков в этой группе есть. По-моему, Луис Леон Санчес промелькнул. Лям Примерида также подтягивается. Ну вот она, настоящая, типичная и характерная борьба на Амсу Голдрейс. Разбить группу так, чтобы от нее осталось 5-7 человек, тут практически невозможно. Но вот и так максимальный просев тут уже произошел. Пунагу очень активен. Он знает, где нужно находиться на Амстеле в преддверии начала решающих подъемов. Монтагути, Гужар из Эржедузер по-прежнему в этой группе. И Хаген очень спокоен. По-моему, понимает Бусен Хаген, что шансов не так много у него. Не чувствует он ноги сейчас. Лосада из Катюши в этой группе. И, по-моему, больше представителей российской команды тут нет. Нет. Ну, говорил я о том, что для Родригеса эта гонка скорее разминочная. Почему не получилось у Бистрима и Цатевича? Ну, возможно, чувствует себя не лучшим образом. Почему не старались в Анденбург и Машаду? Возможно, установки такой не было. Ну, не будем сейчас гадать. Давайте посмотрим восхождение на Беммелерберг. 4% средний градиент, максимальный 7200 метров протяженность. И пошли атаки. Очень высокую передачу выбирает представитель Ямсайклинга. Орико чувствует себя вполне комфортно. Помимо Хагена в этой группе от Даймэншн Дэйта Серж Паулс. Он чувствует себя неплохо, поэтому Хаген... То, что Хаген сейчас отстает в этом, нет ничего страшного. А вот Вакоч сейчас далековато находится. Все, Хаген окончательно поплыл, и это можно было предположить. Кройцегер пойдет в атаку. Вряд ли кто-то в этом мог сомневаться. Кройцегер знает единственный свой шанс, как можно тут выиграть, и предпринимает рывок Чех. Боюсь, что далеко его не отпустит. Вот, прекрасно понимают потенциальную опасность гонщики Орики. И тут же включаются в преследование. У Кройцегерасилы есть, но в одиночку уходить всегда очень-очень непросто. Но Роман прекрасно понимает, что либо так, либо уже по-другому никак не получится. Аген отстает окончательно. Сдает смену. Сейчас только, похоже... По-моему, все-таки сдал смену Хейман сейчас. Более крупный план надо посмотреть. Кунагу чувствует себя очень неплохо. И пошла контратака. Похоже, Вэллинс поехал. Внешне очень похож на Тима. Он тоже любит такие атаки заранее. Ох, Кройцегер сумеет ли... Нет, Кройцегерасилы закончились даже наколесосить Вэллинсу он не может. Ну а Вэллинс пошел достаточно мощно. Вэллинс умеет рисковать. Вэллинс умеет добывать секунды на спуске. Хотя отнюдь не самый лучший специалист даунхилла Тим в пелотоне. Ну а у Орики сил, похоже, не хватает вести преследование. И Вэллинс получает очень неплохой шанс. Вспомните, да, в свое время такая же яркая атака была у Вэллинса на флэш-валонь. Но тогда завершающий Мюрдэй Уи буквально убил все шансы и все перспективы, все амбиции Тима. Сейчас это более опытный гонщик. Сейчас это ни много ни мало двукратный победитель Энеко Тура. И Вэллинс гораздо более качественно подготовил свою атаку. Получил хороший просвет. Ну и что? Неужели никто не бросится в контратаку? Пока не торопится. Шесть с половиной километров Эллинсу до финиша. Беммлерберг преодолен. Ну а у Орики-то сил совсем немного. Вываливают вперед этих с квик-степ. Небольшая паника у подопечных Патриса Лефевера. Тактически они уже провалили северные классики. Ну вот разве что на Рубе была у них неплохая идея, неплохой план. И немного бону не хватило до победы. Но в целом ни одной большой победы для этих с квик-степа на северных классиках. И огромный, колоссальный шквал буквально критики обрушился на Патриса Лефевера. Из-за действий команды, особенно на двух главных гонках. Но сейчас нельзя проиграть еще и Ордынские классики. Очень хочет Лефевер усилиями Лефилиппа, усилиями Вакуча или кого-то еще одержать победу. Но пока Вэллинс уезжает и уезжает очень даже неплохо. Есть у него преследователи. Это один из кончиков лота НЛ Джамбо. Но далеко он не уедет. Далеко не уедет. И наверное логичнее было бы сейчас голландской команде выстроиться и попробовать организовать качественное преследование. Потому что уже сейчас 13 секунд с опасией у Вэллинса. И я не уверен, что на Кауберге он станет так, что его проедут насквозь. 15 секунд у Вэллинса. Очень даже неплохо. Да, у Вэллинса есть качество, есть свойство, что его может вот так вот обрубить буквально. Но все-таки это атака не на 20, не на 30 километров. Атака на 8. И в принципе такую короткую разделку пролог, даже пускай и с Бемлебрегом и Каубергом, может запросто Вэллинс выдержать. Не могу сказать, что достаточно качественное сейчас преследование в исполнении гонщиков этих сквокстепа. Подтянулась Астана, понимая, что ситуация становится уже очень опасной. Но если получится у Вэллинса вот так вот выиграть, предприняв решающую атаку на Бемлебреге и в одиночку уехав от всех, это будет, конечно, очень красиво. Но пока все к этому и идет. 19 секунд преимущество гонщика Лотто Судаль над Пелотоном. Ну вот минута 19, это уже многовато. Это уже обманывают нас. Будем ориентироваться по старинке. Так, внешне. Ну, внешне секунд 15 действительно есть у Вэллинса. Правда, сейчас очень хорошая скорость. Пошел очень мощный раскат. Альбазини вырывается вперед. И резкое, очень мощное ускорение дает. Даже это не смена атака, такая внешне выглядит. Очень здорово сейчас Орико отрабатывает. Это если сумеют они довести до ума и сумеют довести до логичного для себя расклада, то есть победы Мэтьюса, вот такую продуктивную работу, это, конечно, будет очень здорово. Действительно, Орико работает на протяжении всей гонки, начиная где-то от отметки 120 километров до финиша. И до сих пор силы еще остаются. Но Вэллинс продолжает уезжать. Уже Ажедузер впереди. Понимает французская команда, что силы закончились у основных преследователей. Надо сейчас брать инициативу на себя. Три километра до финиша. В районе километра до Кауберга. Ну, по сути, он сейчас уже начинается. Давайте посмотрим. Лоттенел Джамбу очень вовремя выходит вперед, так же, как вовремя выходит вперед Петр Вахович. Не совсем оптимальная траектория, но справляются с ней. Хлава Буву без падений. Кауберга начинается и для пилотона. Секунд 12, да, где-то тут сейчас нам это и показывает преимущество Вэллинса. Сумеет ли устоять? Сзади сейчас очень мощно пойдут. Да, вот так вот высовываются. Болельщики хотят увидеть своих любимцев. Все-таки невероятной популярностью велоспорт пользуется в Голландии. Вэллинс проезжает, но пилотон уже совсем рядом. Здорово работает Лоттенел Джамбу. Голландцы действительно активны. Вакович пошел. По крайней мере, появляется он в первых рядах. У Вэллинса остается еще небольшое преимущество, но должны его накрыть. В этот момент Дамьяно Кунэго. Вот это да, кто бы мог предположить. Дамьяно Кунэго выстреливает. Убирает широкий радиус, где не так круто Кунэго. Такое ощущение, что оглядывается. Смотрит, что никто за ним особо не хочет атаковать. Добирает Кунэго Вэллинса. Пошел дальше. Маленький принц Верона. И как давно мы не видели его атакующим. Смотрится это очень здорово. Микель Валгрен, по-моему, из Тинькова сейчас также в этой группе. Знаете, нет, конечно же, не Кунэго. Гаспаротто это пошел. Извонти Гроб Губер, похожие формы. Но Энрику лицо, конечно же, мы без труда узнаем. Валгрен за ним. Никто из пилотона не торопится предпринимать контр-рывков. Все оглядываются, все смотрят. Все смотрят друг на друга. Энрико Гаспаротто знает, как побеждать на этой гонке. Валгрен вряд ли можно то же самое о нем сказать. Гаспаротто очень качественно сейчас ускорился. Есть преимущество в районе 4-5 секунд. Все спринтеры, в том числе и Мэтьюс, ждут выполаживания. У Орике еще остается один гонщик в поддержку. Кэрол Валгрен сейчас выходит вперед. Он обладает очень неплохим индивидуальным ходом. Кауберг закончился. Осталась только пологая часть. Удивительно, что Лотос удалит. Основное преследование. Но я думаю, должны добрать. Может быть, где-то излишне перестраховался Гаспаротто, потому что внешне казалось, что у итальянца есть еще силы для того, чтобы более комфортное преимущество себе обеспечить по итогам Кауберга. Валгрен сейчас везет с первой позиции. Но Валгрен везет к победе таким образом везет Гаспаротто. Самуэль Санчес показался впереди. 500 метров до финиша тем временем. Вакоч с первой позиции. И никто не хочет работать. Вакоч пошел развозить Алафилиппа. Есть ли он в этой группе? Если честно, не очень я хорошо могу рассмотреть. 200 метров. И похоже, либо Валгрен, либо Гаспаротто. Удивительно, но группа их упустила. Гаспаротто вылетает с первой позиции. Валгрен садится к нему на колесо. И Гаспаротто невероятным образом одерживает свою вторую победу на Амстелл Голдрейс. Колбрелли, похоже, третий из Бордиани ЧСФ. Расстроен. Да, так и есть. Это Сони Колбрелли. Ну, а Гаспаротто, да, немногие могли предположить, что Энрико сегодня способен вновь выиграть. Тогда, достаточно давно уже, в 2012 году, победа Гаспаротто в рядах Астаны выглядела не слишком логичной. Но сейчас в рядах Вонти Групп Губер от Гаспаротто вряд ли кто мог подобного ожидать. То есть, разумеется, по традиции он числился в числе фаворитов. И многие говорят, что Гаспаротто обязательно должен быть в десятке. Но победа, причем победа, уехав с Николом Валгреном Андерсеном, наверное, это несколько неожиданно. Валенс в очередной раз наелся. Валенс в очередной раз очень здорово атаковал. Но, вновь ему не хватило, ну, может быть, не чуть-чуть, но, по крайней мере, он был близок к тому, чтобы хотя бы до вершины Кауберга добраться первым. Ну, а тут, когда Гаспаротто пошел в атаку, наверное, у датского гонщика шансов уже не было. Даже где-то есть ощущение, что за километр до финиша Валгрен смирился, что это либо второе место для него, либо он не будет даже в десятке. Поэтому решил он выйти вперед, поработать. Второе место действительно тоже очень хороший результат. Но Гаспаротто все рассчитал идеально. Ну, вот в очередной раз все смотрели друг на друга, все боялись пойти в атаку первыми. И закончилось это успехом самых настырных, самых атакующих. И, наверное, это правильно. Спасибо, ребята. Гаспаротто был уже очень неплохо на том же Брабанспиле, где он стал вторым, проиграв лишь Петр Ивакучу. Вот хотелось бы еще раз посмотреть атаку Гаспаротто. Потому что не так резво он сразу пошел с оглядкой, выискивал все потенциальных попутчиков. В итоге им оказался Валгрен. Что ж, к сожалению, даже и результаты итоговые нам не покажут. Совсем мало у нас эфирного времени. Но что поделать, на этом наша трансляция подходит к концу. Смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok